Музыка Настоящие звезды мирового спорта в бассейне ФСК. На показательные выступления многократных чемпионок мира и Олимпийских игр пришли посмотреть более 700 зрителей. Вход был свободным, но по посадочным талонам, которые разлетелись за 15 минут. К слову, сами спортсменки остались довольны столь радужным приемом. Нам здесь безумно нравится, здесь очень тепло нас принимают. И какой аншлаг сейчас был, это доказывает, что здесь очень любят и всю нашу страну, и наш вид спорта. А для нас это очень важно, потому что мы теперь понимаем, что у нас есть поддержка Бурятия на чемпионате мира. Сборная России прилетела в Уан-Дэ в составе 8 спортсменок 26 июня. Чемпионат мира по водным видам спорта в этом году пройдет в Южной Корее. Столица Бурятии была выбрана из-за схожих часовых поясов. Именно поэтому команда решила пройти акклиматизацию и подготовку к турниру в нашем городе. В Иркутске, я скажу честно, мелкий бассейн, 2,20. А для группы обязательно 3 метра. Поэтому мы разделились. Поехали два дуэта у нас поехали в Иркутск, а мы поехали в Улан-Дэ. До этого мы не слышали, искали бассейн в Сибири. Это оказалась проблема. Хотелось бы обратиться к губернаторам. Пожалуйста, стройте не маленькие бассейны, а большие, грандиозные. На показательных выступлениях девушки продемонстрировали три номера по три минуты. Второй и третий снимать и фотографировать не разрешили. Программа предназначена для Чемпионата мира. Жители нашей республики стали первыми, кто смог понаблюдать за ней воочию. Мы уверены, что наша бурятская земля даст вам силы, удачи для предстоящего выступления на Чемпионате мира. И ждем вас у нас в Бурятии еще раз. Улан-Дэ сборная пробудет до 9 июля. Впереди у спортсменок три дня упорных тренировок. Андрей Слепнев, Алена Мироманова, Сергей Петров. Новости дня.